Друзья, сегодня вариант работы с высоким соперником. Три принципа работы, которые использует низкий соперник против высокого. Первый вариант, если высокий соперник смещается и уходит в аренду, задача низкого соперника загнать в угол, срезая угол. Виталий старается убежать, но виталий старается отрезать угол. Все, заходим, вылезаем, хорошо, вот соперник в углу. Коротко, но смысл, принцип, понятие. Второй вариант работы, возвращаемся на исходную позицию. Второй вариант работы, цепляемся за корпус. Низкий соперник старается жестко акцентированным звором пробить цепиться за корпус. Высокого соперника. И все же так же можно сделать, работаем. Да, да, загоняем. Хорошо, здесь на решали две задачи. Смотрите, первый вариант. Если мы жестко пробили живот, если жестко пробили живот, первый раз, соперник, соответственно, с реагированием, он начинает убирать руки вниз, закрывает живот. Я-то убрал вниз, убирай слова. Кто-то, ага, не слова, Виталий, прости. Убрал вниз, например, просто пробили по печени. Рука ушла вниз, открывается головок. Так, утром пошло в угол. То есть первая задача решается. Вторая задача. Вторая задача. Мы просто пробиваем живот, тем самым цепляемся, чувствуем дистанцию, мундамент нацепился, да, и уже можно переводить на голову. Ага, хорошо. И сейчас третий вариант, все вместе стараемся совместить. То есть мы работаем по животу, отрезаем углы и приводим с живота на голову. Поехали. Прямо все издражается. Все, таким образом, в принципе, местным соперникам с высоким работа комфортно. Потому что рычаг довольно-таки небольшой. Здесь на коротком расстоянии низкий соперник несет намного больше акцентированных ударов, чем высокий. Поэтому основная задача сейчас заключается в том, чтобы попасть на эту инстанцию. Соответственно, отрезаем углы раз, заходим через живот два и переводим акценты с нижнего этажа на верхние три основных варианта работы.